Друзья, всем привет! Вы снова на канале Carman Dolls и мы рассказываем о работе с натуральными кукольными волосами. Сегодня я хотела рассмотреть такой вопрос, какие бывают виды волос. Глобально все волосы для кукол можно разделить на два вида. Это искусственные и натуральные. К искусственным волосам относятся у нас, например, каниколон, нитки, пряжа, нейлон и так далее. То есть какие-то искусственные материалы. К натуральным волосам относятся пух и шерсть животных и волосы человека. Волосы человека очень редко используются мастерами, кукольниками. Связано это в первую очередь с двумя факторами. Первый фактор – это цена данного материала. Болосы человеческие, они довольно ощутимы по стоимости и не каждый мастер может позволить себе применять их на кукле. И второй момент – это предубеждение. Ну, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. В принципе, этот момент имеет место быть. Мы работаем в основном с натуральными волосами, которые изготавливаем из пуха и шерсти животных. На данный момент в нашем ассортименте есть волосы из пуха ангорской козочки и из альпаки. Вкратце расскажу, как выглядит производство. Мы покупаем руно животного, разбираем его на отдельные прядки, моем, вычесываем, окрашиваем. Если нужно, сшиваем в трессы. У нас в ассортименте волосы представлены как в пучках, так и в трессах. И мастер при покупке получает уже готовый продукт. То есть вы получаете наши волосы, которые уже полностью можете использовать на кукле. Делать из него парички из волос, делать из них парички, делать прошивку, пришивать и так далее. То есть это волосы полностью готовые к работе. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Расскажите, пожалуйста, какой был у вас опыт работы. Работали ли вы с искусственными волосами или есть опыт работы с натуральными. Если с натуральными, то из пуха какого животного вы работали. Ну и, в общем-то, ваши впечатления. Понравилось, не понравилось. Если не понравилось, то что не понравилось. Будем рады рассмотреть ваши вопросы и ответим на все ваши комментарии. Всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok